Привет, друзья, товарищи! Сегодня поговорим о древних находках и о женщинах. Женщины еще в древние времена не могли никак обойтись без зеркала. Вы спросите, как? Ведь первое стеклянное зеркало появилось в 1279 году. Его изобрел монах-францисканец Джон Пекан. А чем же они пользовались до этого? Да все просто. Смотрели в воду. Когда появилась посуда, набирали воду туда и опять смотрели. Наверное, как и сейчас, могли это делать очень долго. Но какое зеркало мы можем официально признать самым первым после воды в емкости? Археологи называют первыми зеркалами полированные камни, обсидиана, перита, антрацита, слюды, а также различных металлов и просто мокрые гладкие поверхности камней. Затем появились медные зеркала, зеркала из бронзы, серебра и даже золота. Вот давайте посмотрим, как выглядит и сколько стоит медное скифское зеркало. Поисковик поднял его в лесу на небольшой глубине, чистить не стал. Это правильно, чтобы не повредить. Каждая современная царапина – это минус к цене. Просто помыл водой, просушил и выставил на торги. Лот назвал зеркало скифов солярным знаком. Кто-то спросит, а где же он, этот знак? А присмотритесь, на ручке, так сказать, видите? Зеркало имело размер где-то 9,5 на 9,5 сантиметров. Сейчас оно зеленое, и это потому, что покрыто патиной. Этот налет образовался за тысячи лет, и чем ровнее патина, тем дороже предмет. А когда-то оно сияло, как солнце. Мы никогда не узнаем, кому оно принадлежало и как было утеряно. Можем только по этому поводу гадать. Очень жаль, что предметы не могут говорить. Я думаю, его бы история была очень интересна. Но мы точно знаем, за сколько оно было продано. Итак, поисковик поставил его на торги с 4 баксов. Данный лот вызвал интерес у 73 человек. Во время торгов было сделано 135 ставок. И такое зеркало было продано за 1237 долларов. Кто-то скажет, не очень большие деньги. Может и так, смотря с чем сравнивать. Можно было бы рискнуть продать зарубеж. Но в этой затее очень много подводных камней. Так вот, друзья, вы теперь знаете, что привычка прекрасного пола смотреть в зеркало, можно сказать, заложена у них в генах с того момента, когда история знает человека. Да, как вы думаете, правильно было такую находку продавать на аукционе? Или надо было искать покупателя за границей? А потом думать, как ему это все переправить? Спасибо за просмотр. Возникнут вопросы, предложения по поводу видео. Пишите, все обсудим. Всем удачи и не болейте. В наше время это очень дорого.